Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать вам, как нужно и не нужно срезать на деревьях ветки. Ветки на деревьях нужно срезать так, чтобы рана наносила дереву минимальный урон. Допустим, вот вишня. Вы хотите на этой вишне срезать ветку. Если ветка маленькая, вы ее срезаете секатором. Если ветка большая, вы ее срезаете сучкорезом или пилой. Но срезать ветку тоже нужно уметь. Срезать ветку нужно, если вы не хотите, чтобы здесь вообще ничего росло, срезать нужно так называемое на кольцо. То есть срезать максимально близко к стволу дерева. В этом случае дерево залечит рана. Вот смотрите, это вишня. Видите, здесь была срезана ветка на кольцо. Дерево затянуло рану, покрыло корой. Все хорошо. Еще один момент. Видите, была ветка потолще. Рана почти зажила в этом сезоне. Будет все закрыто, будет все отлично. Здесь тоже была толстая ветка. Чуть-чуть здесь было невозможно срезать на кольцо, так называемое. То есть остался небольшой пенечек, но все равно близко к стволу. И дерево, видите, затягивает рану. Так. Иду дальше. Здесь тоже самое. Вот видите, плохо было срезать. Хотя это неправильно было резать. Не так вот, перпендикулярно земле. А нужно было параллельно ветке. То есть быстрее бы затянуло, но здесь тоже как бы затягивает. Вот здесь вишня затягивает. Видите? А вот покажу, как не нужно срезать. Вот видите? Пенек. Это так и останется. А вот вверху, видите, срезанное на кольцо, так называемое, тоже все отлично. А вот этот пенек останется, он может гнить, особенно если он направлен вверх, особенно если это большое дерево, если большой срез. То же самое. Кто срезал, не знаю, но срезано вообще плохо. Идем дальше. Вот моя шелковица, которую я посадил, которая уже подоносит белыми вкусными сладкими плодами. Вот там внизу я делал тоже обрезку, по-моему, в прошлом сезоне. Там была ветка, я ее удалил, видите, уже все практически затянулось, осталась небольшая трещинка. Еще этот сезон, и там не будет и следа, или маленький шрам, которого через 2-3 еще сезона вообще не будет видно. Здесь тоже самое. Была обрезка, щель. В этом сезоне все затянется. Абрикос. Прошлой весной был сделан срез, ветка была довольно толстая, но срезано все на кольцо. Как результат, видите, рана уже начинает затягиваться. Еще вам пример. Обрезка на кольцо маленькой тоненькой ветки. Проха. С фокусом, видите, рана зажила. Эта обрезка была сделана прошлой весной. Все как бы затягивается. Ну, в этом сезоне точно все закроется. Или вот еще тоже сделана обрезка на кольцо. Я обрезал. Видите, но здесь, правда, не совсем на кольцо, потому что вот такой вот почти острый угол. Но, видите, все практически уже затягивается. Ну, еще вот пример. Вообще непонятные мне обрезки. Вот такие вот пеньки на большой сливе люди оставили. Вот здесь еще был разлом. Как бы сломалась ветка, упала, когда резали. Вот такой пенек, это источник инфекций. Вот вам покажу пример. Орех грецкий. Обрезаны такие вот пеньки. Но опять фокус у меня. Орех очень боится вот таких вот вещей, инфекций. То есть здесь начался процесс гнитья, гниения точнее. И сюда может попасть инфекция, и орех погибнет. Вот еще пример непонятной мне обрезки. Смотрите, как люди обрезали шелковицу. Понятно, шелковица это живучее дерево, но все равно оставлять вот такие пеньки. Это варварство. Вот нижний пенек, смотрю, уже там начались процессы какие-то гниения. Я думаю, что шелковица с этим справится. А вообще вот такие пеньки на шелковице потом обрастаются вот такими вот ветками. И все только усугубляется. Да, есть техники обрезки деревьев, плодовых деревьев. Когда обрезают и оставляют небольшой пенек, но делают это для того, чтобы получить новые побеги. Но это совершенно другая история. Сегодня речь шла не о том. Сегодня речь шла о том, чтобы удалить ветку, чтобы на этом месте ничего не росло. Поэтому обрезайте свои деревья правильно, чтобы они были здоровы и приносили вам плоды. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.